Ну что, у меня очередная гостья, всем-всем привет, и это Марина Манаева, Марина еще не знает даже, куда она попала, я тебя заинтриговала, скажи, очень-очень-очень, всем привет, очень заинтригована, жду, знаешь, я сейчас тебе расскажу суть, у меня эксперимент, то есть это будет не обычное, не просто интервью какое-то, да, обычное, банальное, у меня есть один любопытный вопрос к людям, которые уже имеют опыт в сетевом определенный, да, и был опыт роста и развития, то есть люди, которые в сетевом были не просто покупателями и продавцами, а люди, которые пробовали, достроили команду, достигали каких-то уровней дохода, и мне хочется понять, что думает человек, который долгое время сидит в одной компании, на одном уровне и не растет, не развивается, не чувствует уже, да, каких-то положительных эмоций, тухнет сердце, глаза и так далее, и почему человек продолжает сидеть на месте. Это, знаешь, как вот притчу, слышала такую притчу, идет мужик по городу, сидят, пара пожилая, мужчина и женщина сидят в креслах, смотрят на улицу, а между ними лежит собака и стонет. День так и прошел, второй, на третий день подходит, а она стонет, а она же, говорит, на гвозде лежит. А зачем она на ней лежит? А кто же ее знает? Вот то же самое, я просто, я это прожила, и я знаю, что у тебя то же самое было, и вот, пожалуйста, скажи, есть ли у тебя ответ на этот вопрос, что происходит с людьми, которые, да, приходят в сетевое зарабатывать, выходят на доход, потом ничего, да, не сложилось, но продолжают сидеть. Что это? Что это за аномалия, как ты думаешь? Что это за аномалия? Всегда говорили, как, как меня учили, я потому что пришла, это была первая моя сетевая компания, я пришла без опыта, и мне говорили всегда, что результата может сразу не быть. То, что не получается, это нормально. Если нет результата, ты мало делаешь, ты не дорабатываешь, ты не доделываешь. У меня всегда это было на подкорке, что я мало делаю. Хотя, когда я анализировала, когда я анализировала свой день, я понимала, что я делала очень много, то есть я прям писала, сколько было отправлено, сколько было сделано, сколько было разговоров, сколько было там так далее, то есть все-все-все анализ. И я никак не могла понять, почему, мне никто не мог ответить на этот вопрос, где, где нужно докрутить, почему. То есть объем большой, нужно создавать еще страницы, нужно делать еще. Но я понимала, что когда я начинаю больше создавать, у меня где-то идет урезание моей жизни. Ну, потому что, да, это же не только работа, не только бизнес, только сетевой. Есть же еще жизнь, начинает проседать где-то в другом месте. И я, да, у меня были провалы, конечно же, и потом опять начинается, почему не получается, что заставляет сидеть. Так, снова мотивационные планерки какие-то, видео и так далее, что значит, нужно еще. Подожди, ты подожди, это нормально, это у всех так. Все проходят какие-то неудачи, все проходят падения. Нужно подождать, нужно просто продолжать. Вот нужно продолжать, главное не останавливаться. И я не останавливалась, я делала результат такой же. Сколько по времени у тебя это было? Ты знаешь, вот смотри, я пришла 7 с лишним лет назад, у меня сначала был рост, такой хороший рост. То есть я пришла, у меня пошел прям такой рост. Потом началось падение. И я честно скажу, что я на целый год вообще выпадала. То есть я оставалась как потребитель, но из бизнеса я вообще выпадала. Потом я вернулась, и вот получается с 20-го года по 23-й год. С 20-го по 23-й, вот получается, да, по конец июня 23-го года я постоянно делала. И это был примерно один и тот же уровень. Плюс-минус, плюс-минус. То есть вот так вот. Вот он не был такого, что раз выросло, потом упало. Нет, оно было примерно все на одном и том же месте. Но я постоянно, что нужно делать дальше, что нужно просто подождать. Ты даже не смотрела в сторону других компаний. Нет. Я помню, я выложила какой-то пост, помню, и ты такая встала на защиту своей компании, хотя я никак не... Ну, с моей точки зрения, это был неплохой пост. Наоборот, ну, просто обычный информационный пост. Да, меня тоже как бы цепляло, и я поделилась с подписчиками. И помню, ты прям встала, рубаху порвала на груди, сказала, ты чё? Я думала, я боюсь, боюсь. Я никогда не думала, что ты можешь прийти в другую компанию, что ты придёшь ко мне. Вот мне интересно, что произошло, когда ты поменялась своё видение? Что произошло там, Марина? Произошло то, что, знаешь, бывает такое, когда-то раз, и как-то схлопывается всё. У меня был рубеж, это мой день рождения. Когда вот просто, знаешь, как бывает, начался Новый год. День рождения у нас с тобой в один день, и вот просто я так к нему готовилась. Я прям проживала потом каждый день. И вот это, знаешь, как вот работа именно с головой. То есть я сказала себе, что это Новый год в моей жизни, что всё, что изменится. Я уже видела, что нет у меня роста. Нет, я уже делала всё, что просто могла. Я считала, что, в принципе, да, но большего я не могла сделать. Я тебе скажу, я со стороны наблюдала, хоть ты была там, да, в другой команде абсолютно, я видела, как ты херачила просто. Я видела твой YouTube постоянно, какая у тебя была высокая проявленность в инстаграме, в запрещенной сети, простите, да, очень высокая проявленность, да, в разных соцсетях. И я просто кайфовала. Я смотрела на тебя, как на богиню, думаю, боже, какая она крутая. Я не знала, правда, какой у тебя уровень там, но я тобой прям восхищалась. Ты понимаешь, да? Да, и вот я, я правда всё делала, я покупала обучение стороннее, то есть я прошла профессиональное обучение про запрещенные соцсети, ну, это в те годы, когда она работала, прям прошла, то есть полностью вкладывала в свою соцсеть, прошла там обучение, прошла вот эти вот видеомейкеры, откуда эти ролики, как делать красивые, обзорные по продукции, как вот это всё совмещать, там всякие переодевашки были в моде, да, вот эти, когда нам вот обзорные продукты присылали, как официально обозревать, то есть вот это вот всё, я это проходила за свои деньги, то есть я покупала для того, чтобы потом реализовывать. И тут я просто понимала, что ну всё, схлопывается, ну нет ничего, ну я не кайфую от этого. Одно время я кайфовала от обзоров, от Ютуба, мне это нравилось. И тут я поняла, что я делаю, да, у меня есть просмотры, ну это вот просто вот я делаю как бы для себя, как для развлечения, как хобби, но хочется же чего-то ещё. И потом пошёл вот этот вот поворот, день рождения, я как-то поняла, что это будет год по-новому, я начала смотреть, я смотрела тебя. Я никогда не отписывалась от канала, от, ну, ВКонтакте, по-моему, нет, ВКонтакте я не была подписана на Ютубе. Потому что мне не отписались. Нет, я как была подписана ещё с тех, там, не знаю, каких годов, мне кажется, ещё до того, как мы были официальными обозревателями, давно как-то мне Ютуб выдал, я подписалась, я была подписана, я всё смотрела, я всё слушала до конца, да, всё. Я потом поняла, что, ну, вот что, что, что я теряю, если попробовать и посмотреть в другую сторону. Потому что я не смотрела на другие компании, а мне писали, мне писали и партнёры Siberian Wellness с Ютуба, что, вот, Марин, я вас видела на Ютуб, приходите в компанию, у меня все эти перевиски. То есть потому что есть же контакты. Мне писали, я, нет, 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 я не хочу, всё, я здесь, я тут развиваюсь. Я даже не рассматривала, не то чтобы, знаешь, пообщаться, я не маркетинг, я не смотрела. Я сразу говорила, нет, мне это не надо, нет, я не хочу, зачем? Да, не смотрела, потому что я там поглядывала в другие компании, изучала, нет. И потом склопнуло всё, ну, всё, я не расту, я поняла, что я уже и не вырасту, и мне никто ничего не может дать большего. Вот, ну, нет роста, ни компании, ни продукти, ни в чём. Я выгорела, потому что хочется результат. Когда ты делаешь, ты хочешь получить что-то в ответ же тоже, как, да, вот этот вот ты мне, я тебе. Должно быть. Вин-вин, да. Должна быть вот эта вот энергия какая-то. Вин-вин, мы все хотим, чтобы мы, когда что-то даём, мы должны что-то получить. А этого не было. Я поняла, что поскольку за тобой наблюдаю, я тебя знаю. Ну, да, вот так хотя бы я уже к тебе привыкла. И я посмотрела твои видео, твои ролики, что есть и есть возможности. И поэтому я тебя... Я просто дорегистрировалась, я тебе не писала. Да, я офигела, когда я увидела на почте письмо, я читаю Манаева, Марина, я такая, да ладно, может, одна фамилия, но нет, редкая фамилия. Честно, ты меня очень удивила в тот момент. Ну и как? Вот когда ты ушла, что было внутри? Мне очень важно чувства твои, потому что мы же взаимодействуем с миром, вокруг нас люди, окружение. Как ты себя в этом чувствовала в этот момент? Это всё-таки переломный, переходный. Был ли он тебе комфортен или дискомфортен? Знаешь, смена компании у меня была абсолютно нормально. То есть я не почувствовала, что я попала в какую-то чужеродную среду. Что у меня какая-то... Всё так страшно, всё какое-то такое чудо, несимпатичное. Нет. Единственное, что было всё другое. Был другой продукт. Просто другие люди, да, нужно было присмотреться, причитаться вот в чатах вот это вот, повариться, посмотреть. А сказать, что какая-то вот... Я-то испугалась, и всё какие-то не такие, все они какие-то другие, там было лучше. Нет. Я абсолютно хорошо так вошла. Мне всё понравилось. Мне понравилось, что... Что нет, агигей, давай вперёд. Бежим, полетим. А стоп, если нет агигей, то что? Что ты здесь получила? Я просто, знаешь, я зашла, смотрю, девчонки пишут, так, у меня регистрация. Так, девчата, вот это видео посмотрела, поделилась. Посмотрите здесь. Девчат, как вы считаете, вот это... То есть какая-то переписка, обмен опытом, обмен информацией, обмен, да, какими-то... Вот у меня это получилось. Как у тебя это получилось? Какие-то вопросы друг к другу? Все чем-то делятся, все задают вопрос. Думаю, так, а где вот это? Так, девочки, сколько вы сделали сообщений, сколько вы отправили? Кому вот этого нет? Думаю, как же они работают? Ну почему этого нет? Что, как? Почему? Почему кто же вот их вот это вот подгоняет, что-то с ними делает? Нет, все как-то в своем темпе что-то делают, и их никто не заставляет. И сидела, я никак, правда, не могла понять, как-то они так все делают, а вот на чем они идут-то, на какой энергии? Оказывается, я сейчас еще понимаю, что это внутренняя энергия есть. Просто внутренняя, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. И вот она тобой движет. Тебе не нужно, чтобы утром тебе кто-то щелкнул, давай, иди, вечером тебя спросил и так далее. То есть вот этот вот обычный внутренний твой дровячок, он в тебе работает, ты можешь задать вопрос, тебе ответят, ну кто свободен, тебе ответят, с тобой поделятся, расскажут, потому что все работают, и какая-то вот эта вот пазма у меня сложилась, и ты понимаешь, что есть продукт, есть компания, есть команда, и все как-то так слаженно все движется, и получается результат. Как тебе обучение? Вот ты сказала, тебе там не хватало вот этой вот информации, что уже никто ничего тебе не мог дать. А что здесь? Вот вроде бы тот же сетевой, что по-другому? Я зашла и обалдела. Бэк-офис. Я когда открыла, я читаю, а что так можно было? То есть я просто не знала, я вот это хочу, а еще я вот это хочу. А еще мне нужна скриптология, мне нужна скриптология, мне нужно ведение переписок. А еще я хочу по нутрициологии, но у меня же нет вот этой информации, по нутрициологии, мне срочно надо. А мне еще нужны все видео вообще, которые по уходу, я как вот уход, у меня все вот эти составы, мне нужно все. А еще я хочу изучить ароматы, а это же нишевые, а я же ничего не знаю, а когда у меня сидела, как, как такое возможно, что вот оно вообще все, все, я листаю, я понимаю, что отдельно по продуктам, и не просто ты по продукту, допустим, открываешь, там написано про витамин D3, но там же не про витамин D3, как ну вот просто про данный продукт от компании Siberian Balance, там уже все, вообще откуда это пошло, корни там в глубину в какую уходят, как это все взаимосвязано, сколько это влияет, на что это влияет, настолько прям, как я люблю, я не люблю поверхностно, даже когда я тогда делала обзоры, я делала с составами, то есть почему, и здесь мне так нравится, что здесь вот прям уходит корнями, глубоко-глубоко, ты понимаешь, почему, я понимаю, почему мне это надо, и почему это надо людям, например, то есть я понимаю, как это донести, Когда я увидела это обучение, со всех сторон ты можешь прокачаться, ты можешь узнать, вот все, ты можешь узнать, как вести и ВКонтакте, и Одноклассники, и Ютуб свой, да, вот это вот, прям настроить все кнопочки. Я это тыкалась сама в свое время с Ютубом, разбиралась, когда начинала его вести, потому что не знала, куда нажать, что нажать, не было у меня этих данных, не было этой информации, здесь есть все. То есть я поняла, что и там еще можно бесконечно обучаться, 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 просто 23 часа в сутки там зависнуть, все, изучать, сидеть. Да, я могу даже сказать, по-моему, 96 полноценных курсов на разные темы, касаемо бизнеса, планирования, саморазвития, продукцию, то есть там есть все, по каждой соцсети есть разбор полный, да, как и что делать. Ты, помимо этого, еще в команде обучение. Да, и в команде тоже, каждый день к тебе попал. Так, Марин, сначала в это обучение, да, хорошо, теперь в это. Боже ты мой, теперь сюда. Тогда что ж такое, вот это вот обучение, 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 и оно постоянно, оно уже сейчас продолжается, обучение в команде. Вот чего, знаешь, чего тоже мне не хватало, что обучение, вот оно глобальное такое, от компании и от команды. То есть именно то, что сейчас работает, то, что сейчас, от практиков, вот не просто теория, теорию я могу зайти и взять где угодно, почитать, в принципе, сейчас нет, да, недостатка в этом. Да, от практиков, пожалуйста, вот именно то, что работает сейчас, да, то, что работает у лидеров, им приносит результат. И твоя задача, да, вот как маяк, мне просто надо это взять и наложить на себя и делать. Всё, то есть мне дают, дают всё. Скажи, а у тебя есть такой расспорсировки, что вот так всего очень много, и у меня складывается впечатление, что у тебя прям что-то прям вот, вух, слишком много. Нет, у меня есть чёткость. У меня есть обучение от команды, в которую я сейчас, да, захожу. В одно обучение я зашла, я открываю бэк-офис, так, сегодня я, допустим, там, первые, следующие три дня я изучаю, допустим, вот этот вот. Всё, направление я изучила, закрыла, продолжаю, например, обучаться здесь. Открываю, мне не хватает вот что-то вот тут. Я открываю бэк-офис компании на сайте, я смотрю здесь, оно рассчитано, там, могу, день, два, три, сколько надо, частями всё это, да, или, например, по продажам у нас курс, который был. Его уже не обязательно за один день, его уже можно несколько, всё переваливать, постепенно внедрять. То есть это всё, то есть я посмотрела, что есть, я понимаю, так, мне вот этого не хватает, мне нужно здесь прокачать. Я открываю, пролистываю, так, сейчас я буду вот здесь вот читать, смотреть, изучать, слушать, вот здесь фиксировать для себя, потому что тут я понимаю, в процессе работы я поняла, что здесь мне не хватает. То есть мне нужно здесь прокачать, подучиться, я это нахожу и делаю. Плюс параллельно, то обучение, которое есть в команде, да, я вообще сразу к ней захожу, постепенно, в каждое, сейчас закончилось одно, будет другое. Классно. Как тебе результаты? Есть они уже? Можешь чем-то похвалиться? Да, результаты есть, и даже у меня муж сказал, а что, так можно было, когда я ему сказала, сколько в октябре чек пришёл? А сколько у тебя чек пришёл? Пятнадцать с чем-то тысяч. Круто, да? Он такой, серьёзно? Это только в октябре? Я говорю, да. Что-то я, говорит, не помню, чтобы у тебя такой чек был, а у меня такого чека не было. Никогда не было? Вот это да. Не было, не было такого чека, и самое большое у меня было порядка восьми. И то это было в каком-то там лохматом восемнадцатом, то ли семнадцатом году, где-то тогда вот, в те годы. То есть в самом-самом начале, когда я запускалась, я пришла в шестнадцатом, ну, где-то там, может быть, в семнадцатом году у меня был такой чек. Всё. И он такой, да что, так можно было? А то он мне говорит, а что ты, говорит, делаешь, он мне говорит. То есть он не видит, чтобы я сидела, потому что тогда у нас даже были такие небольшие, ну, не то чтобы передряги, но ему не нравилось, что не приходится. Ну, чёрки, да, ему не нравилось, что я постоянно в телефоне, я постоянно в компьютере, постоянно. То есть на его взгляд я была просто вообще не вылазила, совершенно не вылазила, ему это не нравилось, а результата-то нет, то есть я ему не могла показать деньги. То есть я сижу, вроде бы, что-то делаю, а результата-то нет. И меня нет, и денег нет, вообще денег нет. И жена выпала, вроде как-то вообще из семьи, из дома, вообще её нет, она какая-то вся такая непонятная, и выглядеть стало хуже, и денег нет. И смысл во всём этом он не понимал. А тут вроде бы и я есть, и результат есть. Он говорит, а ты что, говорит, делаешь-то? И он стал даже по-другому относиться к самому продукту. Как тебе, кстати, продукт? О, продукт просто шикарнейший. Я не могу не нарадоваться, потому что, казалось бы, я, во-первых, боялась, конечно, с лицом. С лицом, это, я думаю, что же лицо, лицо. Но я тебя послушала, думала, ты сказала, что всё хорошо, значит, у меня будет всё хорошо. Смотри, мне все говорят, что я стала лучше выглядеть, моложе. И я это вижу, что у меня даже глубокие заломы, они ушли. Вообще просто кайф. Да, и я так думаю, так, ну, надо попробовать. С лицом я поняла, что у меня что-то даже ушли, какие-то проблемки. Лицо стало более ровной кожей. Что касается именно БАДов, приём изнутри, казалось бы, вообще ничего практически не делала, но я даже записала видео восторга о том, что у меня ушла сухость тела. То есть мне крем для тела, в принципе, нужен просто для того, чтобы, ну, поухаживать за кожей, как ароматерапия такая вот. Насладиться травами с чем-то таким вкусненьким. И всё, ну, для того, чтобы убрать вот этот бескомфорт. То есть продукт работает. И мне пишут люди, у меня знакомые, подруга пишет, говорит, Марина, я в шоке, что с моим лицом? Она просто пропила один комплекс. Она говорит, слушай, а у меня вообще кожа другая. Она не пользуется кремом нашим, она пропила комплекс. А какой? У меня кожа другая. Бьюти-бокс. Бьюти-бокс она пропила. Да, у неё ногти изменились. Изменилась кожа. Она говорит, у меня сухость ушла, у меня всё по-другому. Сейчас мы с ней вместе коллаген пьём. Да, и она говорит, слушай, я надеюсь, что вообще будет всё прекрасно. И девчонки пишут, и нормализовалось женское здоровье. И работающий продукт, который, правда, он качественный, который работает. Это, наверное, мечта на самом деле, когда ты видишь, что и у тебя работает, и у семьи работает. Может, у меня муж тоже не верил, но когда у нас просто за один день вот это вот предсостояние такое заболевание, я его вытянула нашим продуктом, он говорит, я, говорит, в шоке. Он такой приходит с работы и говорит, Марина, мне нельзя болеть, мне нужно завтра на работу, но я себя плохо чувствую. На следующий день я ему пишу на работу, говорю, ты как? Он говорит, прекрасно. Вообще ничего нет. Он говорит, обычно я, обычно всё, если он начинает, у него пошли там дополнительные его болячки всплывают, и всё, он прям надолго расписает. Он говорит, Марин, замечательно вообще, просто шикарно. Я говорю, ну вот видишь как, да. И мы теперь с ним вместе компонуем подарки, придумываем. То есть раньше он в этом не участвовал вообще, то, что касается тех продуктов, я сама. А тут он говорит, так, давай, что мы так, мы сейчас с тобой что купим, что мы подарим, давай подарочки уже он со мной, помогает мне. Но это же на перспективу, что как реклама. Да-да-да. Запишем, напишем, нет. А поддержка моральная, она тоже нужна, очень важная. Потому что там не было не то, чтобы поддержка, она была, но и было такое, знаешь, какое-то нейтральное отношение. То есть при мне лучше ничего не делать. Вот так вот было, знаешь, как будто бы ничего и нет. Вот так вот. А здесь он понимает. Я говорю, так, подожди, мне надо вот это. Так, все, хорошо. Так, мне надо, так, все, я понял. Все. И это прямо очень ценно. Потому что видит результат финансовый, то, что идет рост. А во-вторых, он видит результат на себе. Именно прием. Да, потому что я ему даю. Говорю, так, ты пьешь вот это. Да, хорошо. Я говорю, ты знаешь, что ты пьешь? Он говорит, нет, не знаю, но это работает. Я понимаю. Марина, ну я же правильно поняла, что ты, в принципе, пришла в сетевой не из-за денег. Что у тебя, в общем-то, закрыты вот эти все моменты финансовые. А что у тебя вот именно идет саморазвитие, реализация как женщина. И я заметила, что ты очень много сейчас выкладываешь информации, что ты там на спорте, на движи. У тебя так всегда было? Или у тебя что-то сейчас прямо вот включилось? Я вообще не спортивный человек. Как слово «совсем». Вот в ноль. В ноль просто. Максимум, что я ввела какое-то время назад, это утренняя гимнастика такая. Просто расшевелить себя, скажем так, немножечко. А спорт сейчас, с приходом в Siberian Wellness, у меня появился спорт. У меня появилось время и желание вот именно такого спортивного себя сходить на парк, на тренажеры, потренироваться серьезно. У меня вообще появилось больше времени для занятия собой. Я могу потом заниматься йогой, пилатесом, какими-то... Вот именно собой то, что я хочу и мне интересно. Этого не было вообще никогда. Никогда. Слово «совсем». Да. Меня кто видит, говорит, Марина, ты что, тренажеры, ты вообще... А это что? Это ты? Я говорю, ну я, как ты видишь, я же тут вот педали кручу. Да. Это появилось вот сейчас. Вот в сентябре. В сентябре мы с отпуска вернулись. И в сентябре я начала как раз заниматься, пошла. Это только здесь. В Siberian Wellness у меня появилось такое стремление и возможности, время на тренажеры. Такой вопрос мне прям, знаешь, я заметила, когда ты же в марафоне у меня идёшь, и я давала задание просчитать прям по минутам, сколько времени уходит на все действия, которые ты делаешь в течение дня, касаемо работы. И я вот увидела, у тебя примерно 4 часа, да, уходит на всё твоё само. Реально, достаточно этого времени, чтобы вот пошёл рост какой-то движ? Можно больше. Когда-то больше уходит, да, какой-то был один день средств. Иногда 5 часов. 4-5 часов достаточно вполне. Для того, чтобы, если это не касается записи видео и так далее, а чисто такой работы, да, социальные сети, переписка, поддержка, ведение чата и так далее, тогда вот это достаточно, в общем, а всё остальное время ты можешь уделять тебе, детям. Класс. И какие у тебя планы близлежащие? Знаешь, я никогда не говорю там завтра, послезавтра, а вот планы на ближайшие хотя бы вот два. Ты видишь вот эту перспективу своего развития? Вот прям по ощущениям, куда ты планируешь прям себя доставить? Профи. Профи. Это какой уровень дохода? Ну, это примерно, ну, не, знаешь, где-то вот 200, так вот, 250. Это выше, это не профи, это бизнес-лидер. Бизнес-лидер. Ну, хорошо, бизнес-лидер. Профи – это 100 плюс, да, 150, да. А бизнес-лидер – это 200, 250, 300. Круто. Я уверена почему-то, что у тебя это получится легко и просто. Это вот на твоей сейчас энергии, на твоём состоянии, и то, как ты развиваешься, и то, как ты именно масштабно мыслишь. Я это вижу. Я тебе очень благодарна за проявленность, за твой вклад вообще в развитие команды, всего дела, потому что ты у нас как фея красоты несёшь, да, вот этот вот правильный подход к уходу, потому что многие до сих пор этого не знают, и ты, конечно, в этом крутой эксперт. Классно. Ну, и, ребят, всем спасибо. Да, вы можете смело обращаться. И кто захочет Марину видеть как своего наставника в бизнесе в новом деле – welcome. Я думаю, что ты будешь рада новым людям. Всегда, пожалуйста, пишите, обращайтесь, да, могу. Чудесный наставник. Разобраться. Спасибо тебе огромное. Я тебе желаю мощного развития. Пусть всё получится, как ты хочешь, при этом без надрыва, в лёгкости, вот такой классной женской энергии. Спасибо, и до новых встреч. Знаешь, когда я тебя приглашу, давай возьмём небольшой такой временной период, хотя бы, ну, полгодика, потому что, да, чтобы какие-то процессы интересные произошли, мы посмотрим, какие у тебя будут трансформации, какой уровень за это время будет по доходу. Да, мы же запомнили твою цифру. И посмотрим. Договорились? Хорошо. Хорошо, договорились. Предообязательно. Спасибо большое, что пригласила. Я очень рада. Уделиться со всеми своей информацией, своей историей. Спасибо. Спасибо за пожелание. Спасибо. Будем расти. Спасибо огромное. Да, успехов. И до новых встреч. Всё. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова